Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим, все так же ходим по этому заброшенному храму Ветреного Пика. Мы, по идее, уже давно нашли то, что нам нужно, этот коготь-дракон, или как он там называется, сейчас посмотрим, но что-то там по разговорам некоторых людей поняли, что оно ведет к чему-то, что может быть очень ценным. Блин, ты где он? Эй, уж явно не в одежде, в разном скорее всего. Что-то я сегодня промахиваюсь. Вот он. И, короче говоря, давайте разбираться, что да как, что да как, злокрыса, ничего нет. Вообще, создается ощущение, что переводили ровно те же дегенераты, так, тихо, те же дегенераты, что переводили... Тихо. Что переводили рейдж, потому что игра тоже от Bethesda, и вот эти вот всякие злокрысы, они как бы намекают на то, что с переводчиками в игре не все хорошо. Но в целом, конечно, переведено все, в принципе, очень качественно. И главное, что они стилистику оригинала не запороли, но при этом все равно настолько вот эти вот слова выбешивают, типа, крылопалок, тому подобного, типа, там, замколомок или злокрысы. Зачем нахрена? В русском языке русский язык, как никакой другой, богат на слова, на словарный запас. Зачем придумать от себя тяну такую откровенную, настолько глупо звучащую? Даже не знаю. Так, там у нас, по-моему, кто-то ходит. Да, причем со здоровенным, надо сказать, топорищем. Тихо. Ух ты, как я малую нее снял. У нас, похоже, проблема, да? Потому что мои стрелы ему особо вреда-то не наносят. Тихо, брат. Так, подождите, мне надо полечиться. Че-то какой-то серьезный парень попался. Проблем с ним, похоже. Можно было нахватать полное. Так, ладно. Можно было нахватать полную жопу, короче, огурцов. Хорошо. Что у нас здесь? Что он такое охранял? И почему тут стоял такой мощный моб? Хорошо, нам, видимо, вон, да. Нам указатель показывает туда, а что у нас здесь? Да, туда я добраться, к сожалению, не могу. Ладно. Ветреный пик, светилище. Это все меньше и меньше меня радует, надо сказать, потому что это же надо было в такое место попасть. Вообще, очень похоже на амнезию. Конечно, тут графика получше. Вообще, удивляют люди, которые говорят, что в игре плохая графика. Я бы не сказал, во-первых, что она по современным меркам плохая. Это раз. Два. Это то, что народ, если хотите плохую графику, вы запустите игра от PlayStation 1. Или хотя бы даже там PlayStation 2. Вот вам по современным меркам будет плохая графика. Все, что выходит в этом поколении, это сейчас такое время пошло, что по-настоящему плохую графику при нынешних технологиях... Тихо. Сделать очень сложно. И народ просто зажрался. И вот этими своими уверениями о том, что графика плохая, оно вызывает улыбку, не боли. Ах, кто не... Да как так? Блин, а тут с этим проблема как-то... Или со мной проблема? Тихо. Опа. Так, мне нужно отступить. Давай, иди сюда. Хе-хе-хе. Хорошо. Так, теперь нам нужно снять вот этого паренька. Причем как можно более тихо. Вообще, что у них тут... Такое происходит. Не совсем понятно, что они тут охраняют. Хорошо, надо сказать, с него сняло. Так, и где ты? А вот ты, значит, да? Отсюда выходишь. А тут парняка меня, похоже, заметил, да? Так. Хорошо. Иди сюда. Еще есть? Вообще, лук меня радует. Лук в этой игре просто великолепный. И при моем стиле игры... Так, смотри-ка, древний норфский лук. У него урон лучше, чем у меня, что ли? Не поймешь. У меня написано урон 18 плюс 1. На нем написано урон 11. И при этом... Ладно. Давайте возьмем. Не совсем я еще разобрался. Кроме того, скорее всего, капитально туплю, потому что я как собака уставший опять сегодня. А как всегда, впрочем. Кто не работает, тот, как говорится, не ест. Так, а что у нас тут? Так, на сегодня день был просто на удивление какой-то... Дерьмовый день. Дерьмовый. Хорошо, так. Что у нас дальше? Давайте-ка попробуем. Меняем лук. Так, он у нас в избранном. В принципе, выглядит примерно так же. Я-то думал, будет как-то более странно выглядеть. Так, и нам, похоже, туда. Пока что все идет как по маслу. Странные какие-то истуканы. Похоже на ацтекские. Да ладно. Вообще, мне не очень нравится, что я все глубже и глубже иду в эту... Кло-а-ку. Потому что чем хорошим, это не кончится по определению. Да, тем более... Тем более, учитывая, что вот такие длинные коридоры, я вообще на дух не переношу. Вполне возможно, что здесь где-то и есть ловушки. Но, судя по всему, нет. Потому что я уже практически дошел до конца коридора. И не погиб. Так, это то, что я думаю. Да. Да. Внутреннее кольцо. Так. Это бабочка. Это куколка. А третье там что было? Ну-ка, давайте... Куколка. Слон. Так. По-моему, это все глупо. Это вообще, по-моему, не куколка, а обычная сова. Ну, давайте попробуем, че. Че она. Че она. Я, честно говоря, не совсем понял, что произошло. Потому что мое суждение наверняка было вообще невежным. Но это никакая не куколка. Потому что оно гораздо больше было на саму похоже. И что это такое на третьей картинке было изображено. Ну, ладно. Мы попали в какое-то место, охраняемое непонятным ключом. О, летучая мышь. Какая пакость. Довелось не подержать как-то в руках летучую мышь. Это натурально. Пакость. В тот момент я прекрасно понял, почему Эйс Вентура ненавидит летучих мышей. Потому что они очень гадки. Сейчас, я так понимаю, будет какой-то босс-бэтл. Потому что местность очень открыта. И бежать отсюда особо некуда. Хотя это Скорим, в принципе, и The Elder Scrolls. Тут, по идее, может не быть никаких боссов. Потому что это все-таки старый режим на РПГ. Слышите? Как думаете, это хорошая идея? Да какого черта, да? Подожди. Нет. Нам нужно сохраниться. Ух ты. Бежала снасила. По-моему... По-моему, мы не зря сюда пришли. Отнести коготь Лукану. Да. Ради этого стоило сюда идти. Ну все, возвращаемся. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Тихая. У тебя только... Не хватало. Ой. Твою мать. У нас проблемы. Ох, блин. Злодей какой. Так, подождите. У меня же свитки есть. Уди, 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 уди от меня. Уди. Уди противный. Так, что-то у меня за свиток-то был. По-моему, что-то против нежити. Как раз защитный круг. Нежить уровень 35 и ниже, вступив в круг, обращается в бегство. Заклинатель восстанавливает 20 единиц здоровья. Да, ёпки. Твою дивизию. Да, оно вообще будет работать, нет? Так, последняя попытка. По-моему, просто подольше подержать надо. Ага, бежишь, скотина. Понятно, это на них как страх действует, да? Так, ну, теперь осталось добить его, пока он... Пока он в шоке от наших манер. Да стой ты, мать твоя. Оп. Прошла халява. Так, что у нас там еще было? Ну, в принципе, неплохо получилось. Что, братья, мне понравилось? Этот драконий камень, интересно, для чего он... С какими-то непонятными символами... Ой, на спине, говорю. На задней части. Возьмем. Железный щит. Давайте возьмем, продадим сейчас. Мы уже практически закончили. Осталось вернуться. Я так думаю. И давайте... Да, подождите вы. И давайте посмотрим, что у нас там еще есть. Так, здесь есть сундук. В сундуке у нас ромятный щит. Много золота. Камень жизни. Том заклинаний. Оживление зомби. Нам пригодится. Кроме того, у нас здесь слабый яд бешенства. Крупный камень душ. И все, что ли? В принципе, неплохо поживились, надо сказать. Мне понравилось. Надеюсь, что это выход. Потому что мне, честно говоря, задрало уже. Это подземелье. Мне охота выбраться из него и вернуться. Как его там называлось. Ривер. Ривер, что-то там. Маленько в спокойной обстановке побыть. Ух ты. Так, что у нас здесь? Давайте вообще лук возьмем. Похоже, никого. Сундук, в котором 68 монет. Золотое жерелье. Уже неплохо. Здесь у нас что? Беловый горный цвет. Ну, не будем брать его. И, похоже, выход. Скорее. Какая-то книга. Ну, что ж, это было прикольно. Казалось бы, какой-то стандартный квест, да? Насколько был проработан. И насколько непредсказуемо развивалось. Тихо, это кто там скачет. Зверюшек какая-то. Ладно. Зверюшек, я думаю, трогать не будем. У нас без этого есть кого пускать в расход. Тем более, что это зайчик, по-моему. Здесь у нас кладбище мамонтов. Судя по всему, не только мамонтов. Ну, и, пожалуй, где там у нас город-то. Так, алло. Зачем ты мне показываешь? Мне весь город надо. А, все понятно. Камни-хранители. Довольно далеко прошли, да? Вот тут мы зашли и... Сюда попали. Короче говоря, нам нужно перебраться через речку на тот берег и там маленько пройти. Но мостик особый я не... А вот, кстати, нет, это не мостик. Но разберемся. Кстати говоря, следует заметить, что... Лисичка. Пока мы там... Тихо. Пока мы там гуляли, когда мы заходили, был еще вечер, причем ранний. А сейчас мы выходим, а уже, судя по всему, день, уже даже не утро. Судя по расположению теней. То есть мы там довольно-таки долго тусовали. Это обалдеть. Так. Какой-то дороги я не вижу, поэтому иду по бурелому, как медведь, куда глаза глядят. Я думаю, будет нормально пересечь. Конечно, в ледяной водичке плавать ничего хорошего нет. Ага, я, по-моему, знаю, где мы. Да, это камень мы уже активировали. Хорошо, мы почти пришли, значит. Тут очень близко. Задание было великолепное. Блин, ну графика природы меня здесь, честно говоря, радует. Каждую идею, каждую иголочку можно разглядеть. Настолько все круто. Тут по речке, вон, как видите, рыба на нерест идет против течения. Круто все, настолько круто сделано. Конечно, люди там что-то я слышал, говорят. Call of Duty, Battlefield. Что, народ охренели, что ли? Вот какие игры надо играть. Эти ваши Call of Duty, Battlefield один раз прошел. Такие игры, они на долгие года. Я еще представляю, какое количество модов выйдет к этой игре. Я сам не поклонник всяких там модификаций, но вот именно к Morrowind, к Oblivion мне модификации всегда были интересны. Там подчас выходили настоящие шедевры. Также, та же участь, я думаю, постигнет и эту игру. Так, все, мы пришли. Это у нас Riverwood. Я все забывал название. Хорошо, идем. Сдаем квест, что ли? Что-то у нас... Что это он делает? Точит. Давайте продадим ему, кстати говоря. Что-то простое и надежное. Погляди. Продадим все, что не нужно. Так, что у меня? У меня там куча всякого мусора. Два длинных лука. Один нордский лук. Древний меч. Древний меч Мороза. Кстати говоря, хорошие вещи. Если бы я давал с мечами, я бы и себе забрал. Но раз она мне не нужна, забирай, братья. Так, боевой молот. Стальная булава. В принципе, хорошо. Давайте по одежде. Щит. Легкие наручи. Кираса брать в буре. Сыромятная броня. И сыромятные щиты. Что еще можно продать? Волчью шкуру. Корондовый слиток. И все. А ты, кстати говоря, изделия не продаешь? Практически все необходимое. Нет, ты не продаешь. Ладно. Ладно. Всего хорошего. Пойдемте сдавать квест. Надеюсь, Камилла меня как-нибудь отблагодарит. Потому что это было сложно. Очень опасно. Подержи. Нет. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Посмотрит, да? Какая здоровая штука. Блин, может, ее у тебя сперить? То, что Коврец вернулся на свое законное место много для нас значит. Благодарю тебя. Да нет, что-то. Ты с метлой. А, ну ладно. Я уж думал, ты предпочла мне метлу. Так, ну что, что он нам дал-то, кстати говоря? Ладно, вроде непонятно. Не успел я углядеть, чем именно он нас порадовал. Так, что у нас еще по квестам? Нам надо к Ярлу Вайтрана. Так, Вайтран у нас где? Вообще. По идее, то он наверняка где-то охренит, как далеко. А вот ты где. Ну, видимо, нам туда предстоит двинуться. Но сначала посмотрим, что у нас еще есть здесь. Потому что местная деревушка у меня вызывает натуральное умиление. Эмбри. Нет, не выпей за меня. Обойдешься. Не люблю алкашей. Таверна Спящий Великан. Хорошо. Сейчас с вами бухнем, может. Здесь ее любят все. Кроме того, это одна из первых песен, которые мне хочется... Ты слышишь меня? Рагнар Рыжий. Жил, да был Рагнар Рыжий героем. Он слил как-то раз, он Вайтран ненадолго прибыл. Ты слышал меня? Он куражился, выжился, бряцал мечом. Похваляюсь, что враг ему всяк нипочем. Вы учили новую партию вовремя. Но вдруг Рагнар Рыжий, как лютик, паник. Он услышал Матильды насмешливый крик. Что положишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь. С нас довольно готовься, сейчас ты умрешь. Ляск стали, а сталь беспрестанно звенел. И Матильды воинственный дух плавенел. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь. Как слетела башка его рыжая свечь. Хе-хе, круто. Блин, и все в слог перевели, да, это заболу? За юность мы пьем. Так это ты тут все разнюхиваешь? Придержи язык. Я хозяйка, да. Моя обязанность следить за приезжими. И че какие слухи ходят? Люди говорят, что на Хелген напал дракон. А как по мне, блин, а? Не тебе судить, дельфина. Хе-хе, езжай в дельфинарии. Так, Оргнар. Что посоветуешь? Вот, посмотри-ка. Люди ярло зашли и оставили это объявление. Понятно. Но прежде очистим мы отчизну свою. Не уступим мы наших надежд воронью. Пацан жжет, да? Настоящий талант. Так, что за квест мы взяли? Крепость Волтрейн. Надо убить, говоря, бандитов. Круто. Где она у нас находится? Ага, довольно далеко. Я думаю, мы пойдем, когда в Вайтрану, мы по пути. Потом попозже заскочим в башне Волт. Погоди, Волтейн. А там, как было в квесте-то? Волт... А, тоже Волтейн. Мне показалось, Волтрин. Ну ладно. Ошибся. Бывает. Что еще тут есть? Ух ты. Як. Обалдеть, у вас даже коровы здесь мохнатые. Да. Суровые края. Так, ну тут, похоже, тропа уходит уже в дикую местность. Вообще, могли бы, конечно, как-нибудь свою деревеньку отгородить от внешнего мира. Потому что опасно это. Крепостные стены не зря придумали. Так, что у нас есть здесь? Дом хода и гердур. Ладно, обойдемся. У нас капусту кто-то выращивает. Садовод, понимаешь. Сигурт. Сигурт. У нас с Алваром есть дочка. Малышка Дорти. Понятно. Похоже, пора в путь дорогу. Я так понимаю. Судя по всему, за этой наградой город кончается. Впереди нас ждет Вайтран. Но, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Вайтран. Пойдем уже в следующий. Пока что все очень круто. Надеюсь, вам нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok